Мари Васильевна Штыркова Детям без остатка и сейчас ее можно увидеть в школах, на мероприятиях. Всю свою жизнь Мария Васильевна Штыркова трудилась и в Воскресенске. В Воскресенске она и родилась. Это исторические кадры той прошлой жизни, когда мне здесь, наверное, 4-5 лет не более, до войны, родители мои, папа и мама, работали на химкомбинате в тот порт. И мама даже участвовала в строительстве первой школы немножко, хоть она и не имела специальную профессию строителя, но какие-то разные работы выполняли. А честно работала на химкомбинате. И вот я, конечно, этого момента не помню, когда сфотографировали, но фотографии это напоминает вот о прошлом, о былом и вызывает часто и слезы, горечи и слезы радости. Это добрая память. Слава Богу, что тогда родители догадались это сделать, но это необыкновенная, чудесная фотография, которая ведет меня по жизни. Родилась я в 33-м голодном году под Красным знамением, а в 41-м, когда началась Великая Отечественная война, мне было 8 лет, и тогда 6-й лет дети шли в школу, и я пришла учиться в первую школу, в первый класс. И была замечательная учительница в начальных классах. Она еще была свободным человеком, ее жених был на фронте, а она всю любовь отдавала и внимание нам, детям. И эта привязанность, это общение для меня, собственно, стало, так сказать, главным, определительным моментом в жизни. Я себе сказал, я буду только учительницей. А мы сидим здесь на фотографии. И это 104-й год настолько, что приняли в пионеры. Повезали нам в красной джазике. Учительница всем дичем сказала, а мальчик Таркова у нас командир пионерского отряда. И это, конечно, в памяти осталось. Да, вот, наверное, с тех пор я еще иду в лидера. Самая-то главная награда в жизни, знаете, какая? Вот она на витрине, посмотрите. Вот, да, за отличные успехи и примерное поведение ученицу 4-го класса в 45-м году, 30-го июня. А там еще был приложен листочек. И за помощь фронту. Это так нам внушала учительница. Сейчас волонтеры в моде. А тогда мы ходили помогать матерям, у которых уже погибли на фронте сыновья или мужья. Им было плохо жить. Они жили в Кривякино. Это была, считалось, деревня. И мы организованно ходили туда. Мальчишки по мушке поступали. Они пилили дрова, рубили их. А мы мыли полы, собирали мусор, чистили дворовую часть от всего плохого. Вот это был наш тур. Перед ранеными бойцами Красной Армии Маня Штыркова читала стихи Константина Симонова «Жди меня». Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. После окончания Егоровского педучилища Марья Васильевна тогда, молодая учительница, уехала в Республику Средней Азии. Учила узбекских детей грамоте. Через три года затем она работала в детском саду белочка-воспитателем. И лишь потом учила богатому и могучему детей в первой и четвертой школах. Опыт и активную общественную деятельность заметила руководство Воскресенского района. И Марья Васильевна возглавила эшелон педагогического образования. Стала заведующей Горано. Со 2 января 1975 года я работала в зав. Горано 13,5 лет. До ухода, до пенсионного вошла, до 55 лет. Я часто бывала на трибуне, когда шла демонстрация. Я должна была увидеть, как идут школьники, как их ведут учителя, как их готовят к демонстрации. Первомайской, когда надо красиво украсть свою колонну. А 7 ноября. Это было мне все очень близко. По своему замыслу я, конечно, наверное, от родителей у меня эти чувства. Патриотизм, ответственность. Обязательно все продумывать до мелочей. Отвечаешь, отвечай как следует. Мне было все интересно. Я, конечно, служил детям. Чтобы их жизнь была в школе наполнена интересным содержанием. И потом, когда стал завершить городную работу, я, конечно, но всегда, как говорится, навязывал, может быть, эти идеи педагогическим коллективам. Немножко перестроиться, поднять вот такой уровень и культуры, и образования детей. Обязательно. Это важно было и в ту пору. Может быть, не меньше, чем сейчас. В 70-80-е годы, благодаря усилиям Марьи Васильевны Штырковой, открылись 11 школ и 15 детских садов. Заведующая Граной добивалась, чтобы во всех школах дети учились первую смену. Инициатива проведения конкурса «Учитель года» также принадлежит педагогу. А потом, значит, меня пригласил работать в пятнашку к Риме, царствую ему небесную. Он очень хотел, чтобы я пришла к нему работать. Ну, я согласилась. Я пошла, узнала, что на меня возлагается, я сказала, хорошо, я годок у вас поработаю. А сложилось так, что я работала 11 лет. Мне понравилась возможность реализовать все задуманное, что я не смогла сделать, работая в Горуна. А там я смогла много в чем себя проявить. На память о юбилее в стенах профессионального училища номер 15 осталось необычное фото. Были накрыты столы. Вот там я была. Мех у меня был, шляп у меня был. Перчатки белые вот такие. Это был сюрприз, никто не знал. Я никому ничего не говорила. Встречала гостей, все. Потом побежала там в туалетной комнате в спортивном зале, переоделась. Все, у меня пическа. Думаю, все, шляпы, воротник мне дали на прокат. И я выхожу на сцену, но я не знала, что там поставили этих гусаров всех, этих мужчин. А там мужчин-то много, все-таки в пятнашке работала. Всех поставили на колено, с суетами стоят, ждут моего входа на сцену. Я вошла. Это было, конечно, приятно и удивительно, но вот такой праздник они не сделали. У Марьи Васильевны Штурковой около 10 альбомов с фотографиями. Каждая из них – страница педагогического пути. Она часто перебирает снимки и всегда взгляд останавливается на дорогих лицах детей, коллег в образовательной сфере. И возникают дорогие сердцу воспоминаний, из которых можно было сделать еще не один фотоальбом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова